Да, а что сейчас с этой пропагандой происходит? Если какая-то у них единая линия, которую гнут рашистские телешоу с Соловьевыми и скобей, боже, не хочу даже марать язык, произнося их фамилии, то у них как-то совсем все в последнее время смешалось. И с НАТО воюют, и по Киеву требуют бить, и на переговоры вроде бы готовы, потом не готовы странные противоречивые заявления. И вообще все, я буквально вчера увидела это видео, где Симонян, который, кстати, запретили уже въезд в Армению, сказала, что на Грузию надо было две бомбы сбросить, а то их молодежь, она как бы лучше книжки читала, чем выходит на протесты. Ну, опять, это все американское и так далее. Что у них, какие у них сейчас нарративы и методички? Вы знаете, тут действительно происходит некий, не побоюсь этого слова, плюрализм, как в стилистике, так и в содержании. Телевизор в основном захвачен турбопатриотами. В основном захвачен вот этими бешеными, которые, кстати говоря, там тоже появились разные интонации. С одной стороны, разговор о том, что да, надо там сбросить бомбу на Грузию, надо в срочном порядке ликвидировать Украину. Но с другой стороны, все чаще и чаще появляется понимание того, что проявляется понимание того, что, в принципе, война-то проиграна. И в частности, вот один из симптомов, это есть такой телевизионный генерал Гурулев, который постоянно требовал пролива, значит, устроить пролив между Мексикой и Канадой, значит, ну, тем самым, чтобы Соединенные Штаты Америки ушли под воду. Он все время что-нибудь подобное требует, такой брутальный, так сказать, как вот полковник Скалозоп, значит, литературный. Только это гораздо более глупый, и он еще и генерал. Так вот, значит, этот самый генерал Гурулев не так давно заявляет о том, что, ну, что, мы всерьез, что ли, хотим с НАТО воевать? Ну, соотношение сил же понятно какое, поэтому никакой войны с НАТО, конечно, быть не может, а надо быстренько переключаться на войну с врагами народа. Надо защищать Россию, Россия в опасности, надо полностью превратить Россию в один военный лагерь, а для этого надо уничтожать врагов народа. Враги народа, вот что самое главное. То есть, опять-таки, это уже, скажем так, это превращение войны империалистической в войну террористическую внутри России. То есть, большой террор, нужен большой террор. И к этому все больше и больше склоняются и Соловьев, и обитатели его шоу. Вот, это одна тенденция. А вторая тенденция – это то, что в связи с катастрофическим падением популярности вот этих вот шоу «Бешенство», имеется в виду и «Соловьиный помет», и, значит, «Скобеева» и прочее, они очень сильно упали в популярность. Они уже вылетели за пределы не только десяти ведущих программ, но и там где-то с самого конца первой двадцатки, они, так сказать, плюются ядом. Очень откуда-то издалека уже. Поэтому их усиливают другими формами фашизма, фашистской риторики. Это, значит, Никита Бесогон, это вот Михалков ночами по ночам чертей гоняет в телевизоре. Вот. Ну, да, действительно, у него так и называется «Бесогон» программа. Ну, это такая специфическая форма фашизма, такого православного, советского. То есть, какая-то смесь советчины с православием. Вот. Это, значит, шоу Малахова, которое всегда было перемыванием грязного белья. Сейчас оно превратилось в шоу экстрасенсов, которые наперебой предсказывают. Вот точно, истинно вам говорю, земля налетит на небесную ось. А Зеленского ждут большие неприятности. Вот всевозможные вот эти вот экстрасенсы, которые предсказывают чертовщину всякую. А потом еще есть такое шоу сравнительно молодого артиста, бывшего Корщевникова, который постоянно плачет. Вот у него стиль – это такой плачущий фашизм. Он постоянно говорит о том, что необходимо уничтожить Украину во славу России, и при этом все время плачет. Вот. Ну, такой стиль тоже. Может быть, кого-то он задевает. То есть, они ищут разные подходы. Есть еще такой молодежный вариант фашизма, когда все это, так сказать, с молодежными прическами. Там у них и хайры могут быть, и татуировки. Вот. Шамана очень раскручивает вот этого вот безумного парня, который все время, как не выйдет на сцену, все время кричит, что он русский. Уже все согласны. Никто же не против, что ты русский. Да, уже все. Скажи еще что-нибудь. Он говорит, нет, я русский. Вот. Ну, вот это все в совокупности дает возможность с разными подходами подойти к проблемам промывания мозгов. Один подход, который был до недавнего времени, вот это бешенство, извините, я сейчас термин скажу, просто термин бешенства вечернего мудозвона, вот, это еще раз говорю, это не ругательство, это просто... Принимается. ...фактически официальное название, значит, этого шоу. Вот. Это, значит, уже не работает. Надо с разных сторон подходить. Вот с этими разными сторонами тоже проблема. Все это тоже в значительной степени уже теряет актуальность. Но остается насилие. Насилие все больше. Ложь меньше срабатывает.